Сегодня у нас 5 августа 2017 года. Это вот у нас лагерный огородчик проезжаем. Здесь вот Игнатий Ильич как раз подъезжает. Вот он едет. Вот это у нас в дальнейшем храме. Возле храма Игнатий Ильич увидел, что кто-то там палатку поставил у нас здесь возле огородчика. Хотели узнать, кто это, с какой целью. Все, женщины сразу одеваться пошли. Понимаю, что здесь у нас это не потребно. Здесь лагерный огородчик. Добрый день. А мы пошли в церковь. У меня есть церковь, там палатка стоит. А у нас полчаса записано, мы должны проверить, спросить, что. Потому что, бывает, приезжают люди не с добром. После них милиция тут работает и что угодно делают. А Роберт-ка-то нету? А где он? Да не поехал. Здравствуйте. Роберт на Колыме. Где-то работает на... Это самое... Роберт деньги зарабатывает. Где-то в садоводстве Колыме что-то делает. На Барнауле? Ну, конечно, конечно, да. А кто обычно приезжал? Ну, так он с нами собирался. А вы-то кто по-теряльски будете? Я Сейва, а там Катя Никюнаева. А вы на вашем месте видели строить на Сейнаево? Видели. Ну, мы еще это... Дорога, дорогу, да, да, да. А там он был около дома, что вы хотите дом какой-то построить, да? Видимо, так. Приехал человек с Украины. И он деревья, тут огромные деревья все валился. Ну, так и я поняли. Говорю, наверное, место расчистили на это самое... Да, Бунеево, Бунеевский дом. Да, 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 да. Так Айван-то Бунеев умер? Ну, наверное, наверное, да. Не знаю, не знаю, что. Мы пришли в церковь, смотрим палатку. Даже проверить, кто такие у нас усамы. А Валя, это самое, Валя, сын приезжал. Валя. Ну, я не знаю, как, сын, сынок приезжал, Валя. Ну, наверное, знаю. Он приезжал, да. Он спросил, мы ему сказали. Ну, мы так сказали, что я говорю. Он говорит, ну, я маме скажу, вы сказали, что они ему. Мы подъехал. У вас с собой собаки-то нет? Нет. В прошлый раз маленькая собачка. Говорю, приезжи, нет. Она выскочила, а сразу задавила гуся, кажется. Да, да, да. Вы помните? Нет, нет. А видите, вот у нас здесь можно было спресса. А он ушел вниз, потому что мы подняли воду. А-а-а-а. А-а-а-а. Мы уже поспочем. Пусть я работаю. Мы поднялись, они купались. Там примерно до трех метров сейчас глубина. Городи молодцы. Ну и врачи. И Рыжковский путь выправили. Да? Да. А первый мостик функционирует? Работает? Функционирует. Мы сделали так, как горная река. По нему ездить можно, а река течет все время. Вода течет непрерывно. Туда забутили пять машин камня. Это все приехал бульдозер, все это утоптал. И теперь машина идет, все спит. А вода течет? Хорошо. Вот так. А мы еще говорим это самое. Тони там сделано. Сделал. А тут пошли, посмотрели. Говорю, мой там все это самое. Слишком загорожено. Загородили, молодцы. Бетонный спуск был, мы его забутили. А вон дальше там, там спуск сделали. Можно досками регулировать. Да, да, да. Ну мы так вот с этой стороны посмотрели. Да и можно так. Вы видите, что вот березка есть, которая сухая. Это вам веток. А у нас есть, мы с тобой трава привели. Готовая уже, да, да, да. Березовая трава. Мы увидели палатку, приезжали к нам. У нас порядок в уставе написано узнать, кто приехали. Потому что приезжают иногда и... Валин сын, по-моему. Потом милиция работает. Нет, нет, боже, сохрани. Мы уже в урывке были, у Гены были. Митком там разжились, купили. А мы вот там, прямо, мы уже не знаем дорогу. А сейчас будет дорога, понимаю. Да? Ну вот, прямо только выйдет, вот это идет трасса. Нет, без потерявки, выезжаешь, трасса. Первый мостик, второй, и вон где, всю там дорогу, 8 километров тут, вот так, а мы вот так. Мы нынче восстановили все дороги. Ой, молодцы какие, вообще, молодцы. А мы вот пошли туда, говорим, за пруду это подрыли, все, смотрим туда, я говорю, как был первый мостик, интересно. Это первый мостик, и вода течет, а там все камень, каменное дно. Так что вот столько вода, колеса касается, ты можешь ездить круглого теперь. А воду задерживать не стали, слушай. А у второй где-то на 3 метра сделали. А тут вы навалили, там дорога будет. И не хватило у них, мы с Ребрихи брали гравий, это щебень, нет, не хватило. СХ привезли мы 5 Камазов, все это. Мы едем, говорим, надо же, бульдозер приезжал, 150 тысяч рублей. И тут посмотрели, все прошло. Это дорого сейчас, конечно. Очень, да, очень дорого, да. Ну вот если думаете теперь ехать и на осень, и на маслуки, и на маслуки. Мы обидели туда. Это еще дороги, Томка, не знаю. Запустили, да, осень, вот такая уже рыба была. Мы думали нынче дорогой достать, очистить дно, но не могли, слишком дорого. У нас стоит, например, барнаула, 31 тысяча. И за каждый час, что она работает, 2,5 тысячи. Ну, мы берем такие у меня, что у нас тут. Конечно, с ним. Мы делились за 1 тысяча за час, больше, 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 больше. Да, да, да. Ну, вода такая теплая, вот что, вода теплая. Мы прям вообще... А вот там, вон там, где-то самое... Оставили жердочки-то, жердочки-то, крещение было, да? Ну, мы так и поняли, мы так и поняли, да, крещение было. Да, а нынче здесь никак нельзя было, воды-то подняли. Да, да, да. Плодцы ушли туда, пошли вниз. Ну, ну, ну... Детей-то у вас в этом году не было, не отдыхали дети? Вот, тут вопрос посложнее. У нас потребнадзор серебил по указанию Путина, все лагеря, когда 16-14 детей утонуло. А-а-а, ну, понятно. Они еще не нашли, у нас дети живые придирались просто, доска разделочная. Они с тобой дерево. О-о-о-о, хрустно. У покрышки в одном месте эмаль отбита. Ой, ну понятно. Ну, то есть глупости. Глупости всякие. Ну, мы все-таки решили так, лагерь закрыть, потому что на их стороне прокуратура, они подали в суд, а суд не удовлетворил. Они ни рубля не могли снять. Они штрафами в прошлом году задавили больше тысячи лагерей, а каждый штраф больше миллиона. Ну, ясно, конечно. А мы тогда сделали так, приобрели дома, все приготовили, просто в гости приглашаем. Так же были дети, но только теперь уже с родителями. Ну, конечно. Ну, еще у нас четверо были из Канады, откуда прилетели. Да-да-да-да. Ну, и из других городов. Дети были, отдельно где-то фонский пруд, мы сделали пруд устающий. Там красота. Одна половина полностью березки, а другая силик растет. Новый друг. И они все лето там купались дети. Ну, как хорошо. Там ни коряк, ничего нет, а там вал вокруг вынесет. Это вот здесь? Да-да-да, было. Это деревня, где там Кочкины жили за ним. Да-да-да. Молодцы. Там новый пруд, он называется у нас Южный. А Рыжков-то подняли? Рыжков-то подняли. Да, но нынче нас сильно обрушали бабы. А они там работали? А они работали. И там полный пруд выпустили воду. Три пруда остались без воды, но потом все-таки забетонировали, поднимали. Соманили. Ну, ну, ну. И сваи забивали. Угу. Наверное, около 300 сваи забили. Угу. Ну, а как жить? Ну, понятно, жить-то надо, как-то выживать-то надо. Да, оно интересно, когда ты знаешь, ничего не было и вдруг есть. И вдруг есть, да. Это очень даже хорошо. Деревня-то заехать нельзя было, а теперь сделали. Вот этот гравий, который заезжаешь в деревню, 232 тысячи заплатили. Ну, сейчас ехали, рассуждали. Очень дорого. Очень дорого. Очень дорого. Во-первых, будем доставить еще сюда на машину. Ну, теперь можно заехать. Это просто была колея, только трактор мог проезжать. Угу. Там у нас сегодня подожди. Помещения там есть. Воды. И самые хорошие, наверное. Вода, это у нас. Видите, на углу. У нас есть с собой вода. Мы все привезли. И дрова. Там проезжает насос. Есть у нас и вода, и все есть. Ну, если желание есть. Сейчас у нас богослужение. Батюшки нету. Он служит неделю здесь. В воскресенье мы будем на Парнавуле. Сегодня на Парнавуле. А, ну, 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 ну. Завтра у нас богослужение будет с 8 утра. Так что можно... Ну, ладно. Спасибо. Да. Да. Господи. Все было хорошо. А кого вы из Потеряевских еще в Барнауле знаете? Его можно перекатить. Ну, кого? Роба и Орлиха. Ну, Орлиха. Ну, Орлиха. Артур-то как? Артур приезжал. Он приезжал. Мы его видели. Мы его видели. Роберту на дачу ездили. А у него там по 25-му в научный городок. Мы на классике 7. Ну, приезжал. Он хорошо выглядит эта трасса. В тот раз он был очень. А сейчас он посвежил. Хорошо. Ну, заболел, простыл. У сына было 50 лет. У Роберта 70 было. Он Роберту приезжал. Мы 4-го у него были. А он приезжал 5-го. Артур сколько сейчас? Наверное около 80. 80. 80 ему. Мне 78. А ему 80. Мы были в школе. Вот 80 лет. В прошлом году ему было 80. Да. В прошлом году он ездил. Да, 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 да. Я пошел раньше времени в школу. Поэтому, да. Он очень хорошо учился. Это сын у него 50 было. И поехали, говорит, по обе катер взяли, продуло. И он заболел. И он, говорит, заболел. Ну, он приезжал, хотел долго пожить, хотел там. На даче у Роберта. И мы даже говорили, говорим, давайте потеряем вкусненько. Он, смотрите, понимаете, какая птица лите. Видите? Цапля. Ну, вот цапля, да, да. Цапля такая огромная. Ага, огромная. Красавица прям. Да моя ты золотая. Стольки так села. Золотая. Я когда немецким языком занялся изучать, я понял, что он его спрашивал? Ну, он умный-то. Он же вообще умный. Армурец, да, да. Угу. Ну, жалеет, что уехал из Барнаула. Вот так. Да. По Тибельцовку нету, что он туда уехал. Ему бы жить здесь, в городе-то. А я только вчера были в садах. Я рассказывал. Я говорю, я как-то паскану. Багом-пакитан еще скотину дал. Он заведующим по садам и по пасеке. По пасеке. Все нормально. Да. Смотри, какая. Красавица. Надо же. Красавица. Да. Вон Артур. Еще. Он еще играл на акадеонином. Роберта. Семидесятилетие. Мы были четвертого. Приехали на дачу. Они там вдвоем. Жена дома готовила. Роберта. Жена чья? Роберта. 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 Посмотрели. Пошарились. Роберт на стол накрыл. У него там беседка сделана. И он на стол накрыл. Мы посидели. Немножко вина выпили. И он нам на баяне Артур играл. Песни попели. Попрощали. А что вы так говорите? Своей или как? Я Катя Нечинаева. Ну, Катя. Из Нечинаева? А из Нечинаева кто живой, ребята? Иван-то? Иван умер. Давно? Два года. Два года. Два года. А у них кто еще из ребят был? Коля в Ребрихе живет на станции. Валя в Ребрихе на станции живет. В Ребристрах. Шура в Коме СССР у нас живет. Самая старшая. Шура... Еще на... Тут от Рожек деревни. В городской школы. Да, да. И восемьдесят лет исполнилось. Она там живет в Коме СССР. Мича Иван Мельчаков умер. Вы знаете? Ну, знали. Да, слышали. Мы слышали нам. Позвонили нам. Двою родные братцы. Николина Ира. Мать, мой отец родные. Ну вот. А мы знали. Мы вот с Катей разговаривали. Она говорит, как он говорит родной брат. И Василий Лапкин умер. Да, слышали. Это тоже двоюродный брат. Его отец, мой отец родные. Ну, мы знаем. Мы слышали, что он. И дочка уже у Ивана умерла. Не знаю. Может, дальше сведений не было. У Ивана, да. У Ивана в Подстепной жила. У Подстепной, которая дочка жила. Подстепной жила. Умерла она тоже в том году. Вот как умирают люди? Если Бога не верил, как не задумываться? Где человек будет? Ну, так вот телевизор, говорит, смотрела. Он пошел, это говорит, с ней сидел, муж смотрел. Устал, говорит, ладно, я пошел спать. Она говорит, сидела у телевизора. Просыпаюсь, говорит, на час, пол второго, говорит. Подхожу, думаю, что она сидит, телевизор идет. Толкнул. Ты что, говорит, спать-то не идешь? Да, короткая жизнь, не знаю, без Бога-то как-то. 56 лет, что ли, есть? Да. У нас точно так вот, брат Иосиф там дома был, сидел на стуле, говорит. Угу. Ну, что, все время курил и пьет, что спрашивает? Угу. Она и жизнь такая, без Бога, неинтересная, скучная и бессмысленная. Угу. Ну, пошли мы, с Богом. Ну, тогда давай. Ага, давай. Угу. 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 Угу.